Что мы взяли с вами на прошлом уроке? Объединять, что нужно объединяться на том, на чём взяли с пророком. Что мы взяли с пророком. Поэтому люди объединяются для приёма пищи, для питья. То есть в этом питье, в этой пище будет для них барака. Также должны объединяться в первом джамаате, для молитвы. Объединяться на том, на чём было объединение пророком с подвижниками. И также должны опасаться того, чтобы впасть в разногласия, чтобы не разделяться. И третья основа является? Слушаться и подчиняться правителям. И основой является одной из основ Ахля Сунна и Аль-Джама, то, что они слушают и подчиняются правителям. Правителям, каким-то власть имущим людям. Подчиняются им в том, в чём нет греха перед Аллахом. Поэтому из путей Ахля Сунна и Аль-Джама это то, что не подчиняется правителю, того, кого Аллах Субхан Аталия сделал правителем для них. А тот, кто противоречит ему, не слушает и не подчиняется правителю. Как мы с вами говорили, когда говорили об объединении, то есть человек, который не слушает и не подчиняется правителю, он думает, что это какая-то мелкая вещь. Первый выход против правителя, это отказ от слушания и подчинения правителю в исламе. Первый выход против правителя в исламе это сделал Зульхуэйсара тем, что он сказал лишь слово пророков. Какую пользу возьмём с этого? Какую пользу возьмём с этого? Потому что выход против правителя не может быть мечом и оружием, не иначе как, если ему не предшествовал выход языком. То есть, прежде чем выйти с оружием против правителя, люди начинают говорить своим языком против правителя. То есть, мы говорим, что если человек не ругает правителя, то, соответственно, он не выйдет воевать против него, потому что для того, чтобы воевать с ним, есть свои определенные ступени, до этого надо дорасти, говорит. Да, как бы. И поэтому, если кто-то хочет присоединиться к хавариджам, они ему частную встречу устраивают, как бы для того, чтобы экзаменовать его. То есть, какой-то человек придёт и скажет, что хочет присоединиться к хавариджам, ему сразу первый спрашивают, считаешь ли ты неверными правителями? Если он скажет, что да, тогда они его принимают. А если скажет, что не считая их неверными, тогда они его не примут, говорит. Однако он уже от них вернуться не сможет от этих правителей. Они его убьют. Поэтому, говорит, если человек допускает того, что он своим языком выходит правителем, то остаётся немного для того, чтобы он начал воевать оружием против правителя. А есть другая противоположность, в которой думают, что надо слушаться и подчиняться, даже если в этом есть ослушание Аллаха. Поэтому серединой является слушаться и подчиняться правителю в том, что не противоречит шариату. Как говорится, то есть нет подчинения создания в грехе перед Создателем. А должны ли мы молчать о тех противоречиях, которые противоречат шариату, которые совершают правители? Нет, мы не должны в этом молчать. Но то, что мы не будем молчать, это не значит, что человек должен подниматься на мембар и обсуждать правителей. То есть мы не молчим об этом и не порицаем это вот так вот, открыто. То есть мы не можем умолчать, если видим противоречие шариату. И так же мы не можем порицать, впадая в противоречие шариату. Поэтому лучше и сделать и середина. Поэтому видим, если человек обсуждает правителей на мембаре, такой человек противоречит. И так же если видим, что человек, который как бы молчит или поддерживает в том, что они противоречат шариату, мы тоже говорим, что это противоречит этой основе. То есть поэтому порицание должно делаться с мудростью. То есть мы должны людям разъяснять, что то или иное действие является противоречащим шариату, что его не надо совершать. Есть некоторые вещи, которые, маленькие вещи, кажется. Как, например, человек едет за рулем. И нарушает какой-то знак, да, дороже? Зачем ты нарушаешь правила? То есть никого же нету, говорит, я, говорит, тороплюсь, никого же нету, никому не навредил. Когда мы скажем, для чего этот власть или правительство установило эти правила, эти знаки светофора? Для того, чтобы, не для того, лишь чтобы, для пользы людей. То есть, возможно, человек с другой стороны будет идти, да, с другой стороны светофора, и не заметив его собьешь, и он умрет, да? То есть, потому что он идет на зеленом свет. Являешь ли ты в этом момент, ты захлесунный или нет? То есть, человек начинает с каких-то мелких противоречий, да, потому что нарушает правила дороже движения, какие-то там документы где-то может подделать, да, и кажется, что это вещь незаметная. Но это может привести к большим вещам, да, к более серьезным. Как история, говорит, шейх бутамин, рахмаллах, т.кан ярко в сейаре, ма а саек, саек, и сукла в сейаре. Однажды, говорит, шейх бутамин сел в машину с водителем, да, то есть водитель вел машину. И по дороге их остановила полиция. И когда этот полицейский увидел, что шейх бутамин на машине, в водитель сказал, все, езжай, эти проблемы. И шейх спросил у водителя, шейх бутамин, рахмаллах, т.кан ярко в сейаре, почему, говорит, милиционер сначала остановил, а потом отпустил, отправил. А шейх сказал, что я превысил скорость, поэтому нас остановили. И он, говорит, хотел выписать мне штраф, но когда увидел тебя в машине, шейх, говорит, то есть он не сделает. И он сказал, говорит, вернись к этому полиции, шейх, сказал водитель, вернись назад. Он сказал, выпиши, говорит, ему, говорит, штраф этому водителю, а я его оплачу, шейх, сказал. Он говорит, почему выписывал, потому что он нарушил правиль, он превысил скорость. А почему, говорит, шейх оплатил, потому что, говорит, я видел, порицаемый, не молчал, говорит, видел, что он превысил скорость, и он молчал. То есть некоторые люди, мы видим, что они совершают какие-то грехи, да, и потом говорят о них, рассказывают о них. Например, брат, говорит, приходит к своему другу, он говорит, что ты сделал с этими документами. Он говорит, что будет уб vibrar на зиму, но он не предложит мою работу, мой, например, это такое. То есть он не смог идти убрать эти документы до центральной, не получилось, что мне сделали. Он говорит, что вы смогли обziest BILL, из mentor raptавhat Steven, он говорит что-то, показывает. Ну, я сделаю это. Он говорит, а теперь сейчас расскажу, как это делается легко, вот так, возьми, на компьютере, распечатай, вот так, вот так, вот так вот, сделаю, говорит, я сам, говорит, так делаю. То есть человек мало того, что сделал грех, так еще начал рассказывать о нем, а потом еще и других начал призвать к тому, чтобы кто-то тоже совершил такой же грех. То есть это недопустимо и это противоречит этой основе. Каждый из нас спадает какие-то противоречия, говорит, обезопасен ли тот, кого обезопасит Аллах? То есть каждый из нас когда-то превышает скорость, у каждого это происходит. То есть не должно быть привычкой, что ты так обычно ездишь, да? То есть и не рассказывая о своих грехах, которые ты так делаешь, и не призывая к этим грехам других. Например, человек купил антирадар, да, у нас машина. То есть человек спрашивает, зачем ты унесешь этот радар, для чего в машину? То есть Рашид говорит, что ты из числа или из сунна? Я говорю, что Аллах, я прошу Аллах, чтобы он сделал тебя из этих числа. Я говорю, что это ограничение скорости, которое установил правитель, оно не противоречит законам шаги. То есть нужно подчиняться им, говорит. То есть нужно подчиняться им, говорит. А человек говорит, что проблем нет, говорит. Это же, что проблема, говорит, превысить скорость. Я говорю, что это ограничение скорости, которое выяснили в день. То есть человек не должен себя приучать к греха. То есть человек должен себя приучать к подчинению. То есть к соблюдению этих правил, да, дорожного движения, например. Да, бывает, говорит. Человек впадает в эти противоречия, но не должно быть от его привычкой, постоянством. То есть ты должен себя приучать к тому, чтобы слушаться и подчиняться правителю в том, что не противоречит щаги. Иной раз говорит, маленький грех может привести к великим мечам. Как это произошло во время битвы ухуд? То есть группа людей ослушалась маленькой вещи Прохолсана. Когда они стояли на горе, Прохолсан сам приказал не спускаться стрелкам из лука. То есть даже если увидели победу. И когда они увидели победу, что мусульмане начали побеждать, они ослушались этого приказа Прохолсан и спустились с горы. И Аллах Супану Аталия показал на их примере общине, что из-за маленького греха может произойти великие вещи. То есть из-за маленького ослушания может произойти беда. То есть ты порицаешь хавариджи. Но сам делаешь вещи, которые приводят к этому хоруджу. И Аллах об этом знает лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова